Мир вашему дому, мир над вашей головой, мои хорошие. Когда мне сегодня сказали, что я кого-то приглашал в мастерскую, у меня было сопротивление. Я сказал, не надо, не хочу. Две минуты, что-нибудь скажите. Я им сказал, самые лучшие, те, которые приходят, это те, увидев результат. У своих знакомых, друзей, близких, увидев их недостижения, пришедшие, с ними работать нелегко. С ними мне достичь чего-то хорошего для их жизни в сто раз лучше, чем те, которые приходят, услышав приглашение. Потому что те, которые пришли, увидев результат, они не нуждаются в доказательстве, в пользу от того, чем мы занимаемся. А вот те, которые по приглашению, перед ними я всегда должен доказать, что я не двугорбый верблюд. Но все-таки, когда дети просят тебя, когда молодые просят, мы идем исполнять их нежелания, несмотря на наше внутреннее сопротивление. Творец нас создал личностью, творец нас создал индивидуальностью и в наши руки дал свобода выбора. Пойти по удобному пути эго и сиюсекундных потребностей и оказаться среди колыхающейся, ноющей, недовольной толпы, как один из них. Или среди тех, которые идут по тернистым дорогам, созидание, как лидер, как личность, создающей что-то прекрасное, что-то хорошее для своей души, для своей мечты. Выбор всегда за вами. Есть одна восточная, трудно понимаемая для современного человека поговорка. Лошадь за уздечки тянут и заставляет ходить негоден для скачек. Конь, который горцует, и наездники еле его держат, вот они, будущие рекордсмены, будущие чемпионы, будущие победители. У меня вопрос к вам. В каком уздечке вы находитесь? Если вы желаете кому-то передать эту устечку, чтобы он помогал, или вы хотите рвать цепи сомнений, и, расправя свои крылья, о существовании которого вы подозреваете, чувствуете, и как пегас полететь к облакам, а потом над ними, под звездные лунные ночи, летать к своим мечтам. Меня попросили, что я вас приглашал. Я не приглашаю. Давным-давно не приглашаю. Просто, как говорят слова хозяина, находят, даю легкое приглашение размышлять. Просто размышлять. На вопрос, кто я, для чего я, почему я. Люди, сидящие за мухом засранным компьютером, играющие в какой-то компьютерной игры. Миллионы. Люди, которые желающие убегать от мечты, от своих проблем, и забыться в каких-то тиктоках, в миллиарды. А люди, идущие на восхождение, идущие, сверкающие днем и ночью, белым вершинам, сказочным вершинам, единицей. Где вы себя чувствуете? Если вы чувствуете, мои хорошие, на этом еле заметном тропинке, где ночью миллиарды звезд не видны, в этом заманчиво сверкающих улице городов, заполненные вонючими, выхлопными газами, абсолютно невидимые в крысыных норах, где миллионы туда-сюда, в метро, от заботы к заботе, от тревоги к другой тревоге, едущих, там не видно этой звезды. Насколько мы с вами идем вверх к своим мечтам, настолько горизонты становятся дальше, видно, и настолько Вселенная засверкает в наших сознаниях, в нашем душе, в наших возможностях. Значит, слушайте себя, слушайте свое сердце, где быть, как торчать, где идти, где бежать или где-то летать. Выбор всегда за вами. Это не реклама, друзья мои. Это просто малюсенькая, 10-минутная, может быть, еще короче, может больше, беседа. Только что мы ушли на кофе-брек, и у меня появилось окошко 10 минут отдыха, и во время этого 10 минут мы с вами беседуем. И мне пора сейчас обратно бежать в ту террасу, от которой вы видите сказочные виды на долины, в горы, в небо. там продолжим наше занятие. Может быть, на будущем, если Бог даст, если просто так мы с вами не встретились, мы встретимся там, или там, или где-то. все, что на лбу написано, тому не миновать. То сбудется. Мир вашему дому, удача вам во всем, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok